Ты поняла просто, откуда растут ноги, да? Он сейчас, получается, что он на мне был, он висел, присасывался. Его копыта в другом мире. А я его от себя спрыгнула, и он мечется, он не знает, с кого сосает. У нас есть физические данные, у нас есть тексты, у нас есть желание изучать. Колоссальное желание, то, что сегодня актуально, необходимо в каждом доме пробудить вот это сознание этими знаниями. Конечно, ведь Аум Ар Асиа — это как таблица Менделеева для сознания. Ты видишь, здесь, причём я здесь привёл ещё далеко не все значения, здесь только основные значения приведены, а вообще у каждой буквицы 64 образных значения. Получается 64 на 64, плюс дополнительные знаки, плюс всё остальное. Что им характерно, что убраны самые сильные силовые знаки? Конечно. Вот, допустим, буквица «Фара» или «Хара». Её сейчас мы даже произнести не можем, у нас не учат с детства. А это духовно-волевые качества. Убраны вести. А буквы «Ша», «Ща», «Га» и вот эти буквы? Ну, «Ша», «Ща» — они ещё кое-как там как бы спрессованы. А ведь была мантра «Ша», 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 «Ра», «Ша», «Ра». И мальфары в Карпатах, они её до сих пор произносят. Уникально. Это интересно, когда сидит мальфар в Карпатах, там всё, и правильно так длинно тянет. Ам-ша-дам-ши-ва-и-я-ща-ра. Ну, намного красивее, это длинно, это очень упрощённо. Да, он протяжен. Это какую силу пробуждает во всех чакрах, во всём. Вот когда я, допустим, за мальфаром, который эту мантру повторял, наблюдал, то такое ощущение, что там ему в унисон все Карпаты. Какая хандарды расходятся. Да, то есть энергия и даже звук в горах по-другому, чем здесь. И плюс ещё правильные мантры. Поэтому я буду рад разобрать эти вопросы по АОМ-АР-АСЕ. И я очень рад, что здесь уже есть твои понимания. У меня вся литература, она уже идёт как конспекты. Да, это хорошо. И, кстати, боги как сделали? Боги сделали, что я именно напечатал таким путём. Да, для меня это... Это случайно, это по воле богов. Это не по моему умыслу. По моему умыслу я бы всё-таки развернул целую страницу. Но потом некоторые программные... Через программные глюки проявилась воля богов. И поэтому боги оставили место для рисования. Да, это для меня вообще... И мне здесь понравилось то, что ты открыла. То, что тебя больше всего интересует. Да, это самое первое, которое... Ну, видишь, то, что о том ты говорила, о чём ты писала. А это схема из вед. Это буквица ПСИ. Это мой любимый знак. Я ей вот с детства вообще рисую всю жизнь вот эти вот... Я расписывалась маленькой девочкой вот так вот. Это буквица ПСИ. Да. Она очень сильная. Она означает... Бесконечность. Не бесконечность, а три чакральных круга. Вот эти её рожки, это как наши каналы вверх. Ну, головная чакра лепестками раскрывается вверх, как такая тарелка спутниковая, только божественная, которая принимает со всей Вселенной, от всех богов. И у неё есть две вот эти ножки. По нашим ногам также есть энергетические центры. И в ведах, допустим, описана ещё коленная чакра, которая находится... Вернее, два полюса, которые находятся в наших ступнях. И описана ещё коленная чакра. Это как у человека, это уже редуцированная чакра. Но это с предыдущих стадий существования. То есть в ведах объясняется. Я думаю, ты это прекрасно знаешь, эту ситуацию. Но чуть-чуть я это напомню. Постепенно мы перейдём к идее Луны и идее того, что живо, а что нет. Схема того, как происходит духовное развитие живого существа в материальном мире. Вот есть духовный мир. Все мы там совершенные искры. Самостоятельные, самосветящиеся частицы силы и славы. Кого? Раб. Всевышленный раб, да. Так, допустим, в славянском ведическом славлении после определённых мантр священнослужитель повторяет фразу «Мы ведаем, что мы сверхвечные искры духи, самостоятельные частицы силы и славы Всевышнего Ра, которые в начале-начал получили души и с тех пор меняем тела в вечном круге перевоплощений». Почему? Есть духовный мир, где мы все совершенные, но при воплощении в материальный мир мы получаем душу как наше тонкое тело. Первое. Первое наше тонкое тело. Вот мы это как искра вне времени и вне пространства. И для того, чтобы взаимодействовать, интерфейс взаимодействия с материальным миром, вот как для интернета у нас есть компьютер или телефон, а для материального мира у нас есть душа. Но душа сейчас, люди настолько этот термин сделали резиновым, что туда все засунули. И дух некоторые душой считают. Американцы, допустим, труп взвесили и говорят, вот он на несколько грамм стал легче, и душа улетела. А может там газы из него просто изошли, а это уже душа. Поэтому термин душа сейчас выведен из научного контекста, туда, чего только они насунули, каких понятий под этот термин. Веда, душа, есть в двух понятиях. Душа как тонкое тело наше изначально, и как дневник, в котором записываются наши плюсы и минусы. Ну, условно говоря, дневник, инкарнационный. И вот, мы еще не имеем человеческих тонких тел. Душа наша тоненькая-тоненькая. Мы идем в материальный мир. Сначала мы искра. Вот все вокруг нас это искра. Ученые доказали атомы. Атомы, там всякие аквартии, протоны и все такое. Глубини, из чего все это состоит, это искры. Такие же, как я, как ты. Только мы себя понимаем, и еще понимаем окружающее. А они спят. В абсолютном сне таком, беспробудном. Но у них, правда, есть поле бессознательных желаний и наклонностей. Они как бы спят очень крепким сном, практически мертвецким. Но что-то типа сна все-таки иногда мелькает. То есть выполняют автоматически, да? Поели, поспали. Что они едят? Они ничего не едят. Это же искры, из которых состоит моцелир. А, это сначала искры. Я просто думала, что уже... Нет, я начинаю от начала, чтобы разобраться, что живое, а что мертвое. Спят, и что, и не живут. Нет, но им же нужно пробудиться дальше. Да, это кирпичики, из которых состоит все нас окружающее. И когда у них в этом сне все-таки какие-то идеи развития начинают доминировать, или же когда какая-то искра более осознанная дает им свой заряд осознанности, начинается развитие. Первое, начинается развитие, постепенно строится кристаллическая решетка. Искра к искре, начинают образоваться какие-то атомы и так далее. Базовая частица. А из атомов происходит матрица. Да, но потом есть два сценария. Есть те искры, которые здесь, есть искры, которые приходят к нам с Солнца. В Солнце происходит фабрика по просветлению... Вот здесь, начало и конец. Что? Начало и конец. Где? Зарождение происходит человека внутри. Внутри чего? Солнца? Нет, внутри матрицы. У каждого есть свое поле. Да, сейчас мы до этого доберемся. Так вот, получается, что в Солнце сделана как бы фабрика. Вот эти спящие искры. Им Всевышний или некоторые боги дают базовый заряд осознанности. И посылают их на Землю. Это те фотоны, о которых нам говорят. Однако, мы же знаем, что Солнце, солнечный свет попадает на пляж, попадает на улицу. Но у нас же не лежат на улице отвалы, как вот после снега, отвалы этих фотонов. Куда фотоны делаются? Фотоны проникают дальше и постепенно начинают развитие. Начинается дальше развитие мелкие бактерии всякие. Идет. Постепенно растения. Постепенно какая-то зверюшка уже. И для того, чтобы эти зверюшки существовали, боги устанавливают в них программы, которые стимулируют их к тем или иным действиям. Даже многие сейчас люди, они считают, что набивать желудок, это они проявляют свободу. Я там зарегистрирован в ВКонтакте, в Фейсбуке, иногда идет переписка с людьми. И я говорю, есть 9 основ духовного развития. 9 основ духовного развития, 4 чего мы не делаем, 4 чего мы делаем и цель. А некоторые говорят, а чего мы должны сектантские, какие-то мы свободные люди, что хотим, то и делаем, что хотим, то и едим и так далее. На самом деле там глубочайшая несвобода. Почему? Потому что процесс питания стимулируется химическим обменом в теле. В теле те или иные химические элементы, которые давят на мозг и дают человеку химический сигнал. Ты голодный. То есть это сделано для того, чтобы зверюшки, которым нельзя объяснить, что машину тела надо заправлять, чтобы другим путем их стимулировать к этому. Поэтому боги сделали, что процесс размножения приносит некую такую приятную особенность. Для того, чтобы склонять живые существа к размножению, чтобы те базовые биологические формы, которые они создали, ну, чтобы не пресекались рода, чтобы развивалось это дело. Но если просто, как в Библии, плодитесь и размножаетесь, животное нас не послушает. Вот кошке, скажи, плодись и размножаетесь. Нет, инстинкт, животное нас не послушает. Вот, инстинкт. Инстинкт — это и есть программа богов, которая давлеет над просыпающимся сознанием живого существа, которое начало свой путь, для того, чтобы постепенно его направить в нужном русле. Потому что если искра правильно проживает жизнь в животном мире, боги дают человеческое. Правильно проживают в человеческом, боги дают следующее. Леги, боги и так далее. Есть в этом описание этих градаций. Но это если мы конкретно идём по общей программе. Мы можем выйти на индивидуальное обучение, как это делали некоторые святые. Они отказываются от... Почему? Потому что общий сценарий, он предполагает, что любой человек должен, если он человек, он должен быть в семье, должен быть в обществе, и как ячейка общества, развиваясь, развивая общество, он дальше получает следующее, лучшее тело. Поскольку некоторые святые думали, а чего общество медленно развивается, и в такую, как нынешняя эпоха, вообще не развивается. Лучше отделиться, где-то там себе в монастыре посидеть, помедитировать и быстро всё это наработать. Это их путь, индивидуальная учебная программа. И там они с чего начинают, ты же это тоже прекрасно знаешь, они берут, начинают контролировать тело полностью. Все бессознательные реакции, которые у нас происходят, они берут на контроль. Дыхание, контроль. Я не говорю уже, что о пищеварении, контроль. Дыхание, контроль, кровообращение, контроль. В конце доходит атомное отделение, контроль. Доходит до того, что центральная искра, сознание контролирует все вот эти искры, из которых состоит тело. И сознательно, как бы, уже общается с ними, с ними как с равными, и переводит их на высшую плоскость, плоскость бытия, условно говоря. Слава, нудэты, шо? Ты на месті. Ні, я не на месті. Место, це, я не знаю, з якої бірлоги таке щось водиться. Я в офисі інституту людини. Я на месті, якщо казати українською мовою. І я на месті, если говорить російським. Ну, ни на каком, ни на месті, панешейку. Любит он иногда некоторые, как бы, азіровські приколы по искажению нашого языка. Метик, може, прем'єрой? Нет, он... Другой месті, митик, да? Да. Однак азіров — це общенародний позор наш, коли все над нами сміялись, і там я в Росії з людьми общаюсь, з ними кажу, що вас за язык? Вот, це чудище. Поэтому я стараюсь пресекати всякі вот эти ме-е-е-сти. Никакой не на ме-е-сти. Возвращаемся к нашей телеве. Получається, такая ситуация. Ну, то есть, то, що ми разобрали вкратце. І, якщо так разобрати, то стараються контролювати. Святые полностью, все искри свого тела стараються їх просвещати. І, якщо таким путем подходить, то все вокруг нас живое. І, як таково, живое или нет, я не знаю, з какой сторони подходить. І з сторони биологической жизни, то даже ми не являемся биологическими формами жизни. І ми ніколи не рождались, ніколи не умрём. С другой стороны, все искусственно, тому що боги создали эту землю. Вот, що таке понятие «искусственне» в принципі? Потому що, коли говорять, що луна «искусственна», що понятие для мене чушта в современному пониманні. Для мене взагалі все живое, але живое – це ж необязательно биологическое. Конечно, вот. С этим я абсолютно согласен. Есть тонкоматериальная жизнь, то есть сущности, вони не биологические, але вони живо-здорово. Домовики всякие, прочее, наші. домовика нашого. Домовика нашого. она себе позиціонирує, она себе позиціонирує, тому, що всіх виводить, на неї кричат, на неї кричат, на неї выгоняють. Я її терпел, терпел, терпел. А потом просто сказав, «Данне взаємодействие нефункціонально, смысл не має, не має, благодарю там за аскези». За участие. Можете. И все. А она звонить, «Так, как же, ты ж говорил, що я тебе не виведу, що це сам...» А она мене не вивила. Ну. То есть я на нього, те, о ком она говорила, я не кричав, ничего. Просто телефон заблокировав, і її вигнорировали. Дикнор. Она там у Ян Даниловича на семинаре була, че-то ко мне це подходит. Я відхожу до другої сторони, якщо-то б вообще... То, що у мене сейчас с этим заблокировали. То есть я абсолютно в равновесии і мене все понятно. Человек остался на своєму голові. Але все-таки вот эти товарищи, вони з нас по чуть-чуть вампирят. Потому що вот так заставляя, допустим, шубай. О них говори, да? Я тебе напомнил о ньому, званя вот этим всім людям. Ему вот этого капає, коли він негативні емоції берет з нас. То есть идет напоминання? Он вчера там тут вообще думал, как бы ж... Хапануть, да? От себя. Осаживай. А на п'ять подивляться. Ладно. Это будет постоянно, потому что он уже не може... немає, но есть наша письменность и есть ведические знания. Поэтому вот относительно живого, неживого, все живое. С точки... С ведической точки зрения. Просто то спящие, те искры, которые составляют вокруг нас, так сказать, материю, они такие же, как мы, только спящие. И все. Единственное отличие. С точки зрения вед. Если у тебя есть данные, опроверни их, пожалуйста. То есть мне не надо, чтобы меня просто слушали, молча. Мне надо диалог. Вот ты тогда тех опровергла, которые говорили, что луна... Я и сейчас опровергла. Вот. Поэтому если ты увидишь, у меня какой-то глюк, сразу его хватай и вместе его прибьем. Нет, у меня идет сочетание с только полународной... Потому что мне... Некоторые люди, наоборот, пытаются у себя говорить, нет, это наш глюк, мы его не отдадим, потому что это наш. А мне не надо. Глюки – это мои враги, поэтому я только благодарен тем, кто помогает их, так сказать, поликвидировать. И вот, с точки зрения вед. Все живое. Однако, в древности был термин «рцидиэнэ». «Рцидиэнэ» означает «искусственно сделанное», сделанное руками. Потому что вот современное слово «искусственно» это уже связано с «искусно». Это другие тут образные ряды идут. А вот «рцидиэнэ» – это конкретно то, что человек делает руками. Ближайший современный аналог – это «рукодельник». или западный вариант – «мануфактура». Слышал вопрос? Да. Начало заката помнишь? Термин «рцидиэнэ» помнишь? Прошу объяснить значение термина «рцидиэнэ». Не учитывается вот это вот искусственно-искусно-сделанное, да? Это другой смысловой ряд. Я сейчас туда не хочу идти. Не, но это сделанное уже руками, да? Это может быть сделано не только руками. Вот «рцидиэнэ» – это конкретно, что касается сделанного руками. Потому что искусственно-искусственно, это мы можем как угодно сделать. Ну, я могу процитовать чистым текстом. Давай, кстати, у нее образное восприятие очень хорошо развито. Поэтому, может, как раз ты слова произнесешь и начнется разархивация. То есть ты дашь пароль разархивации и ее знание, которое у нее свои. Давай. Это один из языческих текстов. «Сва» здесь в понимании «своё». Потому что слово «сва» в старославянском языке известно в двух основных значениях. «Сва» как святость и «сва» как «своё». И идея того, что наши предки настолько со святостью старались сблизиться. Ведь смотри, термин «славяне» славили богов, православные, там «арии» и так далее. То есть все наши термины древние, они связывали нас с чем-то возвышенным, с чем-то истинным. Познание истины – термин «арии». «Славящие богов» – термин «славяне». «Поляне» – это те, кто в «пале» пал – это как жар солнечный. «Поляне» – один из народов славянцев. И так далее. Поэтому, если касаться Руцидиена, луна точно не Руцидиена. Луна – это «адлуния» в современное слово. И у нас было три луны. Была луна «щур», которая и есть. Была луна «фата». Вот буквица у неё есть «фата». Всё-таки женская, да, у неё? Луна. «Фата»? Вообще луна и та же «фата» что-то с женщиной связано. Луна – это отражённая сила. Не автентичная. Солнце – это источник. Это, будем говорить, сперматизоид. Солнце. Ну, как сравниваем силу. Солнечный свет, как фотон, как сперматизоид, который бросается. Вот даже то, что я тебе только что рассказывал. Бросается этот фотон, и тут начинает развиваться, создаёт растения, животное, постепенно человек и так далее. Да, как что, вот яйцеклетка? Луна именно как яйцеклетка. Луна контролирует здесь процессы. Она контролирует воду, контролирует кровообращение. Контролирует также ум. Разум – это Солнце, а ум – это луна. Прошу вот это понять. Ум – это что такое? Ум – это та штуковина, которая непосредственно принимает и обрабатывает то, что получает чувство. И это ум. Интуиция луна. И это тоже. Просто такое понятие, как интуиция, оно характерно современной цивилизацией. Допустим, в Золотой век не было интуиции. Другие были взаимодействия. Да, там больше на Солнце завязано было всё. Я говорю сейчас не только за это. Просто сейчас есть определённые векторы деградации и определённые векторы того, как люди на протяжении поколений продавливают то или иное позитивное явление, чтобы оно существовало. И получается, что сейчас, как существует общий вектор деградации, так и было создано несколько таких интересных явлений, которые даже помогают человеку. Но их не было раньше. Интуиция не нужна была в древности. Допустим, в Золотой век они могли непосредственно связаться с информационным полем Вселенной, они могли связаться с потоками времени, прошлое, будущее, просто сознанием. Это вот как, допустим, человек, который не умеет, как настроить Wi-Fi, ему надо через провод соединять с компьютер, с роутером и дальше ещё как-то. А тот, который умеет настроить Wi-Fi, настроил себе и рад, доволен, интернет лучше, чем на проводе иногда. Как тоже у меня один... Вы всё-таки чакровые антенны использовались этим? Своим энергоинформационным возможностям? Да, это глазная и головная чакры. А как раз вот эта духовность, дух, верхняя. Есть у нас решётка между глазной и головной чакрой. Ну вот это вот, да? Они как бы пользовались в тот век. Ну смотри, вот здесь глазная чакра. Да. Вот головная чакра. Если дальше от глазной чакры, горизонтально, там есть решётка, состоящая из канала. Именно вот глаз, идём дальше туда. И она на расстоянии ещё вытянутой ладони от головы. Эта решётка продолжается. У большинства современных людей эта решётка деактивирована. Она присутствует, но она потухшая. Потом, видишь, здесь каналы? У людей сейчас эти каналы работают. А в ведах описаны и дандартхи, и другие каналы, которые присутствуют в человеческом теле, однако сейчас деактивированы. Я могу отдельно рассказать эту тему? Сейчас я не хочу туда особо углубляться. То есть... Ну идеальная возможность человека – это активация всех трёх, правильно? Да. Для пользования этим. Ведь, вы знаете, тело будет дохлое. Неинтересно. То есть три составляющие? Конечно. Это поддержание своего телофункциональности, это общение, это развитие. Смотри, мы говорили за глаза, да? Вот я где-то нарисовалась, когда у меня было такое восприятие. Вот голова человека, да? Ага. Нос. И вот дух, через что выходит дух, да? А третий глаз – это всё-таки вот это вот сочетание, это три золица. И это тоже. Ну, то есть вот эти поля, они между собой, вот это всё взаимодействуют. Там куча каналов, не только так, как ты нарисовала, там множество каналов. Вот это вот всё движение, оно настолько... На самом деле, в здании Львовского совета рахманской традиции, я рассказывал тебе чуть-чуть за собой, да? Это та структура, что управляет традицией. Ну, в которой я раньше служил. И получается, там в одном из подвальных помещений совета есть макет человека. Взят из прутов сделан как бы общий макет человека, человеческое тело, и нитками разноцветными натянуты все вот эти каналы. Вот, нитками натянуты. То, что я тебе выглядела, эту матрицу, я же вижу человека в матрице. Почему-то она не идёт вот, как вот, как земля. Система интереснее, чем микросхема. Вот, ты видела микросхему, как там куча связей вот этих? Да, почему бесконечность вот это вот? Я здесь нарисовала. Да, и где бесконечность? Ну, я имею в виду вот пси, да? Да, но это не бесконечность. Ну, как бесконечность? Я тебе хочу сказать, что три составляющие основные, да? Вот я прорисовала, вот если взять, вот дух, душа и тело, да? Вот, они дают вот этот, этот трезубец, да? Это то, что человек собой искра, да, воспроизведённая на земле, да? В тонком теле. Конечно. Почему бесконечность? Потому что это же отображение, как зеркальное, да? Вот его же дальше идёт. Почему бесконечность? Кроме того. В этой матрице находится этот человек. Ну как, это тонкое тело, которое так же отражается, правильно? Вот другая уже что-то. Человеческое тело так сделано, чтобы когда он в позе медитации, активизируется некоторое дополнительное свойство. И в такой позе энергетически человек так же является тремя трезубцами. Почему? Вот человек сел, руки расставил, из ладоней идут энергетические потоки. То есть где-то... Боже? Нет. Ну как бы я... Из центра ладони. Смотри. Человек сел, руки расставил. Из центра ладони, где-то на метр идёт вверх острию. То есть здесь уже считаем. Вот. Один трезубц. Дальше. У сердечной чакры есть две подчакры. И с района плеч они так же идут каналами вверх. И ими можно присоединяться к легам, к некоторым высшим сущностям. Дальше. Глазная, головная в симбиозе. Через уши выход. И здесь опять трезубец. Даже четыре трезубца получается. Ну да. Здесь два. Через руки, через сердце, через уши и непосредственно через головную чакру. Офигеть. Это ж сила какая. Конечно. Так это нужно этим пользоваться. Знать и пользоваться. Применять. Правильно. Есть практики. Я же специально сейчас даже взял образы Ра и Рады для того, чтобы мы медитацию коротко сделаем, если хватит времени. Но сейчас я хочу все-таки с Луной покончить. Да. Чтобы была ясность. То есть вот, допустим, у нас Фата есть. Вывница. Фата – это еще с тех времен, когда была Луна наша, Щур. И была Луна Фата. Фата конкретно, Руцидиэнная Луна. Фата – это еще с тех времен, когда была Луна наша, Щур. И была Луна Фата. Фата конкретно, Руцидиэнная Луна. Внутри был реактор огромный. Ну, не особо огромный по вселенским масштабам. Как маленький городок размером. Реактор. Это с помощью гравитации настолько спрессованные газы, что они загорелись, как Солнце маленькое. Искусственный реактор, который питал энергией эту штуку. Так. Плотнейший металлический корпус. И, соответственно, склады оружия, бойницы и так далее. Фактически, поинтереснее, чем «Звезда смерти» и «Звездных войн». Фата. Отсюда и фатальность. Фатам. Потому что в сильных войнах, когда всякотварь на нас нападала, когда фатай там стреляли, сразу наступала фатальность для врагов отчизны. Но еще есть трагедия с тем, как, когда она уже уничтожалась, как люди остались там в ловушке, фактически, часть. Часть переселилась, а часть осталась в ловушке, и там и умерли на ней. Отдельная история. Это Руцдена штуковина была. Была еще одна природная. Леля. Это Щур. Бог Щур и богиня Щурица. Это боги. В текстах описаны разные взаимодействия этих богов с другими богами. Допустим, одно время Чеслобог взял на себя контроль за Луной. Они совершили определенный грех против Чеслобога. Поэтому, как бы, они стали на время слугами Чеслобога. Щур и Щурица. Но относительно того, живет ли там сейчас кто-то. Да. Ну и подходим к тайной книге Иоанна и к НЛО, которое я нашел во Львовском краеведческом музее. Для справки у меня есть знакомый психиатр. Поэтому, как бы, я с ним часто общаюсь. Так что я, несмотря на то, что я говорю про НЛО, но Мазами еще не поехал. О том, какое НЛО и что чуть-чуть позже. И прошу образно сейчас кратко понять суть этого дела. Я тогда сказал, что не время еще тебе ее изучать и не посоветоваться. Сейчас, возможно, она настала. Тайная книга Иоанна – это ключ к пониманию, откуда взялось христианство. И что это за структура. В ведах описывается следующая картина. Вот ты прекрасно знаешь. Есть наша мирность, есть пекельные мирности. Пекло – это не там, где смешные чертики в казанчиках кого-то варят. Это такие же планеты, может, как наша, только где жизнь хуже, сложнее, чем у нас. Зоны пониженной комфортности, скажем. А есть зоны повышенной комфортности. Это следующая мирность. Над нами. Над нами. Над нами. Нет, я там была. Я знаю, как она была. Там их много причем. Много. И вот там конкретно точно не было. Это я уверен. А той, о которой я буду сейчас говорить, планете. Одна из высших планет. Далеко достаточно от Земли. Это не прямо над нами. Это смещено. Там правил Всевышний в своем проявлении. Кстати, ты знаешь, у нас на Кайласе живет тоже Всевышний. Сам Всевышний в проявлении своем, как человек. Это где? Гора Кайлас. Тибет. А, удивительно, да. Ее никто не может сфотографировать. Все индусы знают, что там живет Шива. Обход вокруг нее называется Кора. Ты же чувствуешь, что есть. То есть Кора. Направление Экра. Шива – это есть проявление Гора. И одно из его дальнейших воплощений, когда там был Шанкар-Чария. А здесь потом он же воплотился, как Тараш Шевченко. Потом Лев Селенко. И это все... Там есть тур. Есть туры на этот Куру. Да? Как называется гора еще раз? Кайлас. Если есть интерес, может съездить, если есть средства. Или Кайлас. А вот он уже сразу по горам пала. Да. По входу. А Караслав автоматически дает перепросмотры всей жизни. Так раз 11 дней ее надо обходить. И все это мощнейшая там энергия. В общем, человек полностью меняется. Караслав пишет. Не подождите секундочку. У меня было видение, что я была в горах, и я рассказывала свой сон. Так вот, суть в другом. Я проснулась, тогда у меня были новые ощущения. Суть в том, что человек с правильным образным восприятием может, сидя здесь и читая просто письменность, перепросмотреть все намного лучше, чем какая-то, допустим, американская мясоедная хрюшка, которая узнала, что там вот что-то такое святое, как достопримечательность, эта хрюшка оббежала вокруг горы. Хрюшка была хрюшкой, хрюшкой осталась. А человек, который осознанно подходит, совершенно другие результаты. Потому что Всевышний не только там. Всевышний в каждом акте. Вот, Солнце тоже проявление Всевышнего. Он рядом с нами постоянно как сверлку. И зачем нам искать только то проявление, человекообразное, когда есть полно других, более интересных проявлений Всевышнего. Так вот. Я просто еще знаю, что сейчас тебе хотела добрать. Я никак не могла связать веды, ведическое все-таки учение, культуру, традиции с Востоком. С Восточным вот этим Всевышним. Ну как сказать, не только в Восточном, а я имею в виду Шива, это же кто? Шива, это наш родной Бог. Ну родной. Но почему его индусы... Они его знают, мы его знаем. Не только в Киеве. Ведь... Почему он не пришел именно... Я просто о чем сейчас хочу сказать, потому что то, что со мной произошло в моей жизни, каждый в августе происходит уникальный. Весь август для меня это просто период максимального обострения всего. Чутья, зрения, слух. Была ровно середина августа. Это был 22-й лунный день, когда я открыла это в Ганеши. Ганеша, слон, это мудрость дающая. И в эту ночь было максимальное видение. Ты понимаешь, что пересекается все равно с восточными знаниями. Они же не восточные. Ну не восточные, ну как, с Востоком. Хорошо, слон Ганеша, откуда? Это что, не индейская? Конечно, нет. Кто он? Какой стрелой убили планету князец мы? Скажи, скажи, что ты меня питаешь. У меня начались видения через его глаз. Пусть Караслав ответит. У меня просто эти пазлы разбросаны сейчас. Понимаешь, что я делаю? Я склеивать... Сейчас мы это склеим. Караслав, как называлась стрела? Ну так, что-то, она патта, что-то. Не шостакая, а конкретно. Бог Ганапатай. Это славянское и лидическое имя Ганеша. О, так вот это же мне и нужно. Я же эту цепочку... Не закрывай. Я открыл то, что я хотел сказать. Это статуэтка. С территории Германии. Город Рафа. Ныне Привец. Здесь изображен Всевышний. Да. Да, здесь мантра под ним везде описана. Сиева, сиева, истанра, живя. Вот, видишь, в руне. Да. Здесь я привяжу расшифровку. Сиева, сиева, истанра, живя. Сиева, сиева, шива. Да, он же. И у нас ещё отдельная буквица есть, которая так и называется, шива. Да, но очень сильная. То есть вот... И индусы ж так и говорят... А, то есть всё-таки это всё... Ну, не всё-таки, а лидическое. Это единая система. С точки зрения истории, индоевропейские народы... Это термин исторический. Он придуман не сейчас, это учёные докопали, что народы, белая раса, имеют единый общий корень, общий исток. И они называются индоевропейцы. Потому что расстелялись с территории Триполья в Европу, в Индию, Северную Африку, Тахарию и другие территории. Вот, всё, теперь понятно всё. Потому что я никак не могла связать, почему идёт Индия. У меня начиналось всё вот индусское. Любого бога, который там есть, назовёшь, я назову, как он в ядах описан. Допустим, тот же Индра в ядах описан. Это сын Лелеса. Скажи мне ещё раз, Ганеш? Гана Паттай. Есть аюрведическая мантра, как раз к нему посвящен. Ну, есть ведические, если так разобраться. Аом Ганна Паттайе на имя Гай. Славянское ведичество. Гана — это, как бы так правильно сказать, это соединение искр. По большому счёту, чем была страшна вот та ракета, которую убили планету Князя Тьмы, которая называлась Стрелой Ганна Паттайи? Тем, что она расщепляла материю на уровне, намного глубиннее, чем ядерной. Что такое ядерная реакция? Расщепляется атом, создаётся критическая масса. Когда идёт цепная реакция, расщепляются другие атомы. А там идея другая. Материя расщепляется на уровне искр. На искр распадается. И с точки зрения материального восприятия как бы самоликвидируется. Потому что глаза искры не видят. Это настолько микро-микро уровень, что кажется, как будто бы материя исчезла. Это Ганна реакция. То есть уничтожение, расщепление на Ганна уровне. Га – это движение, на – это нас. Если с точки зрения корня слова. То есть Ганна – это то объединение нам подобных искр, которое сделано для их развития. То, что я тебе чуть ранее говорил, что Вселенная как конвейер по просветлению тех искр, которые не хотят. В общем, уникальное сейчас подтверждение. У меня такое ощущение, что как Всевышний говорит через тебя. И через тебя? Потому что… С одной стороны, я говорю через тебя только сам. А с другой стороны, на всё во Вселенной его воля. Ну, вот у меня сейчас происходит картинка. Картинка соединяется. Соединяется. Но здесь заслуга не моя. Здесь заслуга твоего сознания. Потому что хрюшки… Вот я в интернете кучи хрюшек предоставил лидические знания. Они хрюшки. Они не понимают. Подожди, они же пришли к тебе каким-то образом. Но всё равно хрюшки. Они же стараются, они хотят. Кто-то старается, кто-то нет. Некоторые воспринимают славянство как национализм. Типа, вот мы самые там славяне пошли на войну с рептилоидами. А, там у славян какая-то вера ещё своя. А та фиг с ней. Сейчас начнём её исповедовать. Ну, в таком духе. А когда я им иногда говорю, что не с этого надо начинать. Смотри, к одному и тому же выводу можно прийти совершенно с разных сторон. Допустим, человек может перевести бабушку, потому что понимать, что это, ну, по совести, по чести сделать. А может быть вором и переводя её, в это время вытащить у неё кошелёк. Поэтому любое действие, даже приход к вере, приход к Богу у разных людей по-разному. У тебя это высшая версия. Есть низшая версия, приходит. Приходит Бог, дай мне хлеба насущного. Ну, хлеб насущный это и есть, да, не духовность. Это для тебя, это для меня. А есть люди, которые конкретно считают, что Бог должен им дать жену, мужа, детей, огромный бизнес, деньги и так далее, и так далее. И при этом ещё Бог должен их прощать. А когда они своё тело разлагают, делают его больным, Бог их должен лечить. Да, то есть они у него просят помощи, да? Они сами осознавая, что все живёте лечить. Больше того, он должен. Как мне один афганец говорит, я верую в Иисуса, потому что я был в тяжёлом состоянии, я Иисусу взмолился, и он помог. Вот та же ситуация, допустим, мне куча людей звонит, и кому-то я советую то, что они хотят, кому-то не советую, кому-то помогаю, кому-то нет. Однако, то, что я кого-то, образно говоря, послал подальше, не означает, что меня-то нет. И то, что кто-то обратился к Иисусу, не означает, что Иисус обязан всякой хрюшке помогать. Иисус, что, на это подписывался или что? Он и так с евреями сколько намучился, пока прокладывая все эти каналы. Сейчас мы к этому подходим. И это непосредственно тема Луны. Что ты помнишь? На чём мы остановились? Сейчас? Ага. Высшая планета. Да. На одной из высших. Сразу, в мерности, которая сразу над нами. На планете правит Ара, как отдалённый такой вот наблюдатель, типа того, как на Земле Шива. И непосредственно правит Бог истинный Арий. У него есть ряд помощников. У него есть ряд исполнительных богов, князей, святых и всяких других. И один из присутствующих там, Коева звали Ихавах, как тот, о ком мы сегодня говорили, решил стать директором той планеты. Ну или, если там, то богом-управителем. И говорит богу, который уже управлял планетой, отдай мне, я хочу управлять этой планетой, отдай мне, я буду всё делать. Ему говорят, ты не имеешь качеств нужных. А там тест был, он должен был проявить любовь. И тест закрутили настолько интересный, что надо было проявить именно божественную любовь. Не эмоциональную привязанность, не половую, а именно божественную. А он проявил как раз то, что можно посчитать любовью, но то, что в конце концов вредоносно. То есть он прошёл экзамен, провалил экзамен. Ему сказали, у тебя нет, ты не понимаешь, что такое любовь, у тебя нет этого качества. Но сказали, если уж хочешь, получай в управлении. Товарищ, коего звали Ихавах, стал временным богом той планеты. Но он понимал свою паршесть, понимал свою низость, мерзость. И он начал с ниже стоящими общаться. Он понимал, что даже они чище и разумнее выше, чем он. Он начал их подкупать всяческими способами. Типа говорит, ты знаешь, ты можешь свои функции не исполнять, своих долг, но ты мне будешь должен. Рано или поздно я тебе скажу, что ты мне должен то и то. И вот за то, что ты свою дхарму, свой долг нарушаешь, ты сможешь мне потом откупиться. То есть фактически там он устроил мега-коррупцию, мега-растление и загноение всей той структуры. В конце он хотел убить высших богов. Но они еще имели память. Они помнили, что они такие же его ангелы, как все остальные. Что они такие не вот эти чудища, в которых они воплотились. И ангел, которого звали Элит, не хотела подчиняться ангелу, которого звали Адам. Она говорит, мы же равны, что такое? Что я должна тебе подчиняться? Поэтому Егова Лилит убрал, а Адаму создал, из его тела клонировал, и уже отрубил ему память, и тому существу, которому он дал это тело клонированное, тоже отрубил память. И уже им говорилось, что вы типа наши зверюшки, мы вас создали, делайте, что мы скажем, и так далее. Им не объяснялось, что они ангелы. Хотя Элит рядом присутствовала, свои козни строила, и она помнила, кто она, что она и как. Поэтому сейчас в интернете ты много можешь найти про нее всяких таких историй. Интересная леди. А, это было на Адаме. Все это творчество. Не знаю, какими перипетиями. Есть теория, что они Адам довели до кризиса. Природного. Они оказались на земле, которая называлась Мигни. Она через несколько солнечных... Ну, недалеко от нашей. Они там украли у князя камень. Очень мощный. Они пытались захватить власть на той планете. Пытались заморить. Их оттуда выгнали. И они, когда их выгнали... А князь только потом понял, что они-то камень утащили. И пошел, типа, чтобы вернуться до ткани. Он их преследовал. И так они добрались до нашей Солнечной системы. В районе колец Сатурна. Не помню точно. Или Сатурн, или Юпитер. Где-то вот в этих кольцах. Они спрятались за астероид. И, как бы, он на Абум начал стрелять. И поэтому он не знал точно, где корабль. Но кабина корабля была уничтожена. Корабль уже никуда лететь не мог. Корабль худо, бедно, полу, живо, полу как. И так водрузили на нашу Луну. Дело было больше 10 тысяч лет назад. На Луну? Вот эту ледяную планету, которую... Нет, нашу современную. Щур. Уже на щур, да? Да. Ту искусственную. Ее уничтожили немного раньше. В войне. Ее уже не было в этом времени. Получается, оттуда они постоянно пытались к нам как-то залезть на землю. Им не пускали, не давали права. Однако, они выбрали свою доверенную демоницу и подослали, чтобы она вошла в половой контакт с одним из наших священнослужителей. Ну, с ведических. Он был высокопородистый, как положено, из великого рахманского рода. И она полуобманом выпросила у него сперму. Родила... В общем, что-то родила. В количестве четырех существ. Сестру звали Щурпанакха. В переводе или лунная принцесса, или крысиный ужас. Щур, как от луны и от крыса. И панка, панака. Это может быть как пани, и может быть как паника, боязнь. Смотрю, с какой стороны под этим. Запиши, пожалуйста, Шурпанакха. Это она так в Рамаяне описана. В югусском тексте. Да. Она же Серпанит, или Церпанит. Она описана в шумерской мифологии. Но связующая звена этих двух образов есть только в ветрах наших славянских. Что означают эти картинки, я ещё через пару минут объясню. Надо ещё сделать отступление некоторое. Получается. Вот три брата и сестра. Главный из братьев, его звали Равана, или Раван. Практически как Равин. Он был их и политическим, и религиозным начальником. И он пришёл к нашему верховному князю. Людей. И говорит. Слышь, я сын святого. Дай мне землю в управление. А тот не интересовался, кто мать была. Говорит, смотри, есть Лан-Ка. А Лан-Ка это неопределённая территория. Лан это территория. Ка это как бы выделенная. Но если бы она была как-то определённая, там бы дали ей имя. Ну, допустим, Аст-Лан. Ну, как земля ацтеков. Там, Скотланд. Ну, Ланг часто с другой приставкой, чтобы обозначить какую-то. Там никого не было. Пустая земля была. Континент чуть меньше Австралии где-то там. Север его, это нынешний Целун. Остальная часть сейчас затонула уже. Находился в Индийском океане. Под Индией. Вот эту всю огромную территорию отдали Равану в управление. И тогда твари с Луны свалились. Эта фраза «с Луны свалились» происходит откуда вам? Они конкретно начали переселение. Но они здесь не могли жить. Они мучились, страдали и умирали. Почему? У нас не было поля страданий. Вот наш общий знакомый. Он из нас пытается выпить кровь. Он тебя там провоцирует, меня провоцирует. А теперь он на тебя переключился? Да. Потому что ты такой вот интеллигентно, лояльно, воспитанный. Я такой вот интеллигентно, лояльно, воспитанный. Понял? Нет, я говорю, что ты лояльный, ты интеллигентный, ты воспитанный. Сейчас мы переходим на его тему. Не переходим на его тему. Я его как пример привожу. Выкинули его уже. Приводи. Так вот. Они решили установить инфраструктуру страданий, чтобы здесь иметь возможность жить. Для этого они заставили индусов убивать коров, есть мясо и так далее. Индусы тогда убивали всё, что движется. Не знаю, может, людей только не убили. И то их, наверное, тоже. Вот самое, что только ей жестокое, самое жестокое кровавое жертвоприношение, это 9 тысяч лет назад Индия. Кровожадность такая, которая в Ведах больше нигде не описана. Беременных женщин резали, когда у них там плод готов был выйти. И так всё это разрезали, чтобы женщина ещё слышала, как её ребёнок, умирая, кричит. При этом это обязательно надо было сделать в такой пропорции, чтобы страданий как можно больше было. Там настолько была дикая инфраструктура страданий, что современным людям просто это будет больно. И я даже, наверное, не буду делать эти переводы. Для современных людей это очень дико будет восприниматься. Потому что это лишнее. Когда там с помощью специальных стеблей растений делали уколы вены и туда вводили некоторую дрянь, которая разъедала, ужасы были. Страдания были всех видов. У меня всё, что связано с насилием, не воспринимает. Я это даю в плане информации для того, чтобы мы с Луной покончили. Так вот, тогда же Равана попытался украсть жену Саагаста Всевышнего, который как Рама. Ну, слышал это, наверное, Рама на земле жил, Бог Всевышний. Вот. Равана у него пытался украсть жену. Рама убил Равану. Но Шурпанакха потом попросилась в качестве воспитательницы к детям Саагаста. Поэтому в шумерской мифологии она фигурирует, как жена Саагаста. Мордука, как он там известен. Вот мы разобрались, как демоны сейчас имеют базу на Луне и где они взялись на Земле. Тогда демонов разбили, их перенесли в Египет потом, осколки их на империи. Потому что наши, когда взялись бить по этим тварям, они, во-первых, индусам так уже объяснили, что нельзя убивать, что индусы это даже гипертрофировали. Сейчас многие индусы, которые следуют своим традициям, они с веником ходят, чтобы на жука не наступить. В интернете можно всё это найти. Или коврики перестилают, в зависимости от места, в зависимости от культа. Они стараются никого не убивать. Ни травинушку, ни скотинушку. Но это вот очень близко. Однако это гипертрофировано. И это ложь. Потому что мы убиваем постоянно. В нашем организме идёт война. Вот сейчас я с тобой разговариваю, мы говорим, и мы это не знаем. Он сидит, о чём-то думает, тоже не знает. А наша иммунная система постоянно воюет с торгающимися вирусами и прочей нечистью. Поэтому убийство осуществляется. Если мы перестанем убивать, мы сразу же умны. Поэтому здесь зависит, что оправдано и в какой мере. И в целях. Получается что? Получается вот такая история происхождения товарищей, которые сейчас господствуют фактически в нынешней цивилизации. Они создали христианство, некоторые другие системы. И здесь вся эта история. Чуть позже. Я сейчас хочу твоё сознание с моими словами, а не с текстом, чтобы я уже это закончил. И чтобы, допустим, можно было или ты смотришь, или мы пройдём туда, куда мы думаем. Да, мы пройдём. Или ещё что-то. А дальше как-то ты уже сможешь изучать. Как скажешь. Был я в городе Львове. Ну вообще я в городе Львове многократно бывал. Потому что когда я работал на Львовский Совет, чуть ли не каждый месяц туда ездил. Отчитывается. Но сейчас я иногда к ним подъезжал, чтобы, поскольку я от них отошёл, чтобы как-то после разрыва какое-то всё-таки взаимодействие наладить. У меня ещё есть идея, что потом вывести институт с главой Совета на переписку. И чтобы потребовать от имени института, чтобы они часть Писания обнародовали. И чтобы часть из своих служителей издали приказ ходить и проповедовать. Потому что получается, они сейчас тоже как паразиты. Ведать. Они сами себе эти знания хранят. И всё. Я к ним прихожу, они там говорят, да, ты помойся, почисться. Ты же с этими общался всякими. А почему вот эти всякие настолько деградировавшие? Потому что они не знают. Многим людям я говорю, не ешьте мясо, объясняю почему. И человек перестаёт есть. Есть сознательные демоны, которые есть тупые. Есть вследствие социальных, семейных обстоятельств. Они не могут. Однако есть такие, которые перестают есть мясо. Есть такие, которые развиваются по-другому. И вот был, значит, этот раз, когда я во Львове, я в музеях уже снимал. Потому что когда в сентябре я ездил, я думаю, боже, дай Бог, чтобы это последний раз уже мне пришлось во Львов ездить. Хотя мне потом ещё несколько раз пришлось ездить. И переговоры провалились. Однако, надеясь, что это последний раз мой во Львове, я решил по максимуму позаниматься и пофотографировал то, что там в музее есть. В частности, на многих древних предметах, на печати, гербах, посуде и так далее, есть изображение НЛО. Эта штука похожа на шляпу. Шляпа, хотел сказать. Да, но в связи с ней интересный нюанс, простите. Во-первых, она изображается исключительно в контексте христианской религиозной иерархии. Это кардиналы, епископы, митрополиты и всякие другие. Смотри, у них, вот, вот, это их шляпы, которые они используют. Их на духовенстве. Как шляпы, как короны, да? Это их на короны, религиозные. Это государственные монаршие короны. А что вот это за шляпа, которая как бы крылатая какая-то, и она зависла над... Как самолет, да? А, смотри, она зависла над государственной и церковной властью. Ведь в те времена были две ветви власти. Первая это государственная, вторая церковная. А вот это над висит. Над. Она не касается, видишь? Еще иногда вот две звездочки присутствуют. Как пояс о рюмонах. И она над короной. То есть геральдики, то, что над короной, означает, что она как бы доминирует над царским началом. Что может доминировать над царским началом? Инопланетная. Вероятнее всего. То есть это показано, что христианская структура является подчиненной инопланетной системе. Если у тебя есть другие данные, пожалуйста, опроверни. Слушай, я сказал. Но на основе всех выводов, всех данных, которые я изучил, я прихожу к выводу, что это изображение НЛО. Возможно, даже изображение НЛО над пирамидами. Потому что... Видишь, вот эта пирамидальная какая-то штука. А на самых старых вариантах, которые мне попадались, шляпа, от нее вот это... Какие-то завитушки. Одна пирамидальная штука. Вторая, третья. Возможно, это как пирамиды Гизы. Другие какие-то... Именно комплексы с трех пирамид. Возможно, это как масонская пирамида, масонская иерархия, лестница. Лестница политическая, лестница религиозная. То есть недаром же эти ячейки именно так... Вот, масонские ложи все эти. И все подчиняется вот этому. Чему-то. Шляпа это или не шляпа? Я, чтобы не быть голословными, чтобы не обманывать, не теряя никого другого... Я не люблю обманывать. Иногда получается, когда я какой-то научный труд процитировал людям, сослался на это. Оказывается, там допустили ошибку. Мне это не хочется делать. Поэтому я перечитал в интернете все, что есть на тему этой шляпы. Заметьте, в древней Геральдике рыцарский шлем, короны, христианские, религиозные вот эти шапочки. То есть то, что имело практический смысл. Наличие такой шляпы никак практически не обосновано. Можно было бы представить легенду, что Матерь Божия в этой шляпке явилась перед кем-нибудь и оставила эту шляпку. Шляпка защитила от нашествия татаро-монголов, и поэтому эта шляпочка священная. Или любую другую можно было бы построить легенду. Этих легенд нету. Официально, если раскопать, почему шляпа именно такая, почему она над коронами и над этим не объясняется. Я делаю вывод, это знак НЛО. Сюда же я привожу как свидетельство, во-первых, то, что это масонская лестница. А во-вторых, мне попалась еще такая композиция. Смотри, эта схема соответствует традиционному представлению, как в принципе из НЛО кто-то вылетает или залетает. Вот она ложка. Она ложка пускает свет, и получу там или по трапу. Хорошо, вот ты так говоришь, что тогда для тебя у нас его представляет сама эта структура? Для меня... Она же должна быть управляемой. Конечно. То есть, это вот те, которые на Луне живут. Корабль, который разбился, один из их модулей, на котором летал Ягова. В Библии описана эта штука. Она называется КАБАТ. Описано, что ночью она была как столб огненный, потому что на фоне тьмы ночью свет, как огонь от двигателей. А днем как столб дымный. Вот у меня идет, я тебе хочу сказать, где-то месяц назад еще тема только поднялась в голове. Я листала канал исторический по телевизору. Там при раскопках в Египте нашли золотой тайник, в котором обнаружили разные тех времен приспособления. И в том числе был женский, как вот знаешь, такое украшение, как скафандр. То есть, женщины, которые были очень, ну вот, при правителях, их жены, да, они носили из золота, вот как у мужчин шлемы, вот ты говоришь, шлем. А у женщин это были, знаешь, как из тонких пластин золота. Вот есть подвески, да, вот как серии, а это полностью вот как украшение. То есть, есть такое, оно в разных археологических культурах прослеживается. Иногда жрецы или князья, которые исполняли какую-то духовную практику, иногда возникала целесообразность, как бы, постоянно покрывать голову и изолировать ее от внешней, от любых внешних воздействий. Вот, подожди, когда нашли вот эту вот штуку, да, и показали, что вот этот человек, который нашел, я не помню, кто там, копатель, искатель, он принес домой, и жена его померила. Вот в тот момент, когда она померила вот этот вот артефакт, я вдруг примерила его на себя. У меня в голове остался этот образ, вот я хотела бы иметь такую вещь. Почему я задаю такой вопрос? Тут же идет ответ, это защита человека. То есть, вибрации золота, вибрации вот этого головного убора, они защищают человека. Это защита. Не из золота, а из серебра я могу предоставить схему, как это сделать. В текстах у меня все это есть. Я почувствовала, что я хочу такую штуку. Смотри, поскольку я сейчас постоянно экспериментирую со своим сознанием, с тем, как полностью отказаться от сна и так далее, я эти тексты как раз сейчас изучаю. Тоже занимаешься этим, да? И я могу тебе предоставить четкую схему, как сделать подобную штуковинку. Вот. Она будет, правда, не золотая, она будет серебряной, но с камнями. Ну, я просто увидела золотую, это у меня ассоциация. Просто для более ранних эпох золото было нормальным. Сейчас, как священный предмет, оно не то уже. Так вот, видишь здесь? Здесь как раз такое ощущение, что, изображая портрет именно в таком месте, человек хотел как бы себя легитимизировать, что вот как бы он оттуда происходит. От вот этой зависшей тарелки шляпы. Здесь тарелка шляпа, корона, то есть государственная власть, шапка митрополита. Контролируемый, защищающий все это объект. Шапка митрополита. Контроль и защита объекта. Если вот эта власть, да? Это не защита, это как раз изображение летающей тарелки. Ну ты правильно, она что делает? Она же контролирует. Да. Я прошу сейчас образы ни в ту, ни в другую сторону, чтобы я смог все-таки уже довести до логического конца. А дальше мы сможем по телефону, как угодно это осуществить. Или даже прямо сейчас. Что это это? И вот. Инопланетная цивилизация, которая руководит государственной властью, политической, и в качестве своего наместника ставит чудовище Пафимота. Фигура здесь не то женская, не то мужская, а Пафимот с грудками изображается. Иногда даже три сиськи у него, иногда еще как-то. И здесь конкретно роги и бычья морда, или козриная. Пафимот. Ну это бог сатанинского, это демон. Еще одно подтверждение этого. Вот здесь христианский крест под этой шапочкой, а здесь чертенок конкретно с рожками. Эти якобы ангелы такие с ветками. Это такая злобная рыла. Так вот, смотри. Согласна, что сейчас такое? Конечно, да. Ну смотри, кто держит шляпу. То есть ангелы светлые. Но, заметь, у Ягобы, когда он бежал с твоей планеты, поскольку он в долги натаскал себе вот этих ангелов, которые там жили, некоторые очень развитые. Самоэль, он намного умнее Ягобы. Поэтому вот люциферианство в их системе, оно имеет такое развитие, потому что Люцифер, Самоэль, он намного умнее Ягобы. Он намного достойнее Ягобы. Поэтому я не удивлюсь, что там и другие есть. Там есть Левиафан, она тоже не очень такая зверюшка. То есть у Ягобы есть бывшие ангелы, они падшие. Они хоть ангелы, все, но они падшие. И они через вот эти тарелки, через все, утверждают на земле власть этого, рогатого. Кто у нас рогатый был в истории, вспоминаем? С каменными дощечками, с крижалями. Один такой. Неприятный. Моисей. На скульптурах он везде рогатый. В Московском музее изобразительного искусства имени Александра Сергеевича Пушкина статуя Моисея Здорово рогатый. На фресках рогатый. Все их на систему. И смотри, здесь черт под этой НЛОшкой. Здесь христианский крест под этой НЛОшкой. То есть получается, это НЛОшка, которая на землю снабжает чертями, и которая курирует государственные и религиозные структуры. Поэтому и очень мудро, и очень полезно, что, допустим, в нашем институте не должно быть пропаганды религии, какие-то политические всякие заразы. Другие подобные артефакты. Это я так много привожу, чтобы не возникало впечатления, что это что-то ситуативное, где-то что-то кто-то случайно нарисовал. Это конкретно там куча таких данных. А вот это самое интересное. Во-первых, здесь детализировано, изобразили, что же это за дверь такая. Вот он, Козлорова на чудовище. То есть там, где белая, обязательно черная присутствует. Бофемот. И внимательно осмысляет общую композицию. Смотри, НЛОшка. От НЛОшки то ли молнии, то ли что, здесь изображено в виде канатов. Возможно, это канаты как петля социальных разных институтов порабощения, наброшенная на человечество. И к тому же, смотри, иногда эта петля превращается в пирамиду, то есть как система закопаления из этой НЛОшки проистекает. Но под этой НЛОшкой нагромождение. Это похоже на то нагромождение газов, на то всё, что у ракеты, когда ракета взлетает под двигателями. Похоже? Да. Выхлоп, да? Да, выхлоп. Конечно, здесь стимулизировано для того, чтобы разместить героидический щит. Но всё-таки видно вот это, как облако выхлопа вот этого. Это вот этот столб огненный и дымный, над которым находится кавод, который описан в Библии. Тарелка, на которой летает этот. Он Моисею даже не захотел показываться. Моисей своему Богу говорит, «Слышь, покажись мне». Тут ему говорит, «Ты умрёшь, если тебе покажусь». И это, представь себе, если Моисей рогатый, то какое то должно быть чудище? Что же Моисей умереть должен? Ну вот, как бы, здесь его фейс. У вас под контролем, да, всё держится? Да. Эту книгу я издал 3 года назад. Работу над переводом закончил где-то 4. Эти изыскания последние месяцы провожу по картинке. Ещё одно подтверждение, которое сходится. Всё сходится. И подтверждает то, что мне ещё раньше, то, что мне рассказывал мой учитель. Ведь когда я начал учиться у Райана правее слова, практически в первые месяцы он мне рассказал основные все базовые понятия. И я начал их изучать. А потом уже только всё это детализирую. То есть ты взял у него эти все пазлы, да? Ну да. А потом постепенно, постоянно я это развиваю и детализирую. Вот ему, допустим, когда я передаю новый текст, который чуть более развитый, он иногда говорит, что ты там две буквы добавил, там, типа, и новый текст. А я добавляю данные. Вот я нашёл несколько тех предложений, которые я нашёл, несколько новых свидетельств. И я их добавляю. И для себя я постоянно провожу этот процесс. Поиск и осмысление новых материалов. Это как пища, без которой не можешь жить, да? Не пища, а объект изучения. Ну объект для чего? То есть для раскрытия, для осмысления? По большому счёту, даже не для меня, а для людей. Чтобы объяснить им, почему не стоит следовать той системе, что сейчас, но не ради противоставления этой системе, а только ради того, чтобы потом дать ведическую систему. Это очень своевременно и правильно. Мне же лично, как бы, это уже не настолько интересно. Мне сейчас самому интересны другие аспекты энергетического и умственного совершенствования. То есть тело всё-таки ночью, хоть я и не сплю, но тело ночью вялое. И ум чуть-чуть вяло. А вот вывести на такое состояние, что вот как компьютер у меня 24 часа работает, а так, чтобы и мозг работал, без никаких сколзаний. Это моя задача. И причём дать такую же систему всем другим, кто захочет и будет этого достоин. Да. Не только на своём примере. Некоторые те нюансы вот по такому, по атрофированию сна, не совсем оно хорошо, мягко говоря. Сейчас я уже некоторые более мягкие нашёл способы. Но всё равно я ещё над этим экспериментирую. И если вот кто-то из твоих знакомых мужчин будет готов получить технику, чтобы отказаться от сна, я предоставлю. Тебе я не предоставлю пока. Почему? Потому что женские энергетические каналы отличаются. И многие те вещи, которые я делаю со своими, я не смогу объяснить тебе, что ты это сделал. То есть это нужно, чтобы какая-то женщина сознательно приняла сначала все эти данные, понимая, что она может умереть, и сознательно взялась над собой экспериментировать, выработала для женщин дееспособную систему. И тогда уже нужно распространять, как вообще отказаться от сна, чтобы продуктивно использовать нашу жизнь. А то, что мне не интересно валяться, я потом мучаюсь страшно, ты не можешь представить, когда я думаю, я же столько времени валялся попусту, ни для чего. Когда есть тексты, которые надо переводить, есть люди, с которыми надо общаться. А просто валяться, вот кувалдение по башке ступней, это и то приемлемее, чем... Ну что я, труп, чтобы валяться. Поэтому я отказываюсь от себя. И сейчас эту практику совершенствую. Ну вот, что ж, есть ко мне вопросы по изученному? Да, в результате, сделай мне вывод по Луне. Луна, живое тело, бога Щура и богини Щурицы. Это не биологическая форма жизни, но на ней же присутствуют многие виды биологических живых существ. Это эденцы, которые иногда на таких шляпочках залетают к нам в гости, контролируя и курируя современную церковную и светскую власть, что изображено на этих гербах. Только контролируя? Ну не только. Курируя, ты говоришь? Контролируя? Направляя в нужную сторону. Хорошо. Они дают развитие? Нет. Как источник знаний. Их задача, чтобы человечество не развивалось. Почему они индусов заставили убивать всё, что движется, для того, чтобы было страдание? Если у нас сейчас не будет страдания, если мы будем разумными, они вымрут у нас, не смогут здесь жить. Понимаешь, вот каждый, даже сейчас люди, вот они часто хотят в семье воспроизвести подобие своего дома, где они росли. Люди, переселяясь, допустим, с Европы, называли города в Америке в честь европейских. Новый Орлеан, Новый Йорк и так далее. То есть люди и любые живые существа привыкли к той среде, где они родились. Те существа родились, возникли, их биологический вид возник в системе абсолютного страдания, абсолютного измывательства над личностью как таковой. Когда Ягова селекционировал разных тварей, там было такое, как пытались сделать что-то типа Франкенштейна, то есть искусственно отрезали часть тела одного демона, пришивали к другому и разные такие версии. Там на Эдоме страданий было огромное количество. Они дети страданий. Если мы будем сознательны, если мы не будем страдать, они рядом жить не смогут. То есть они как бы шлифуют? Они это все наши учителя, которые помогают нам проявить свои глюки. Инструменты, с помощью которых мы можем развиваться. Как нам сделать так, чтобы не страдать? Это получается как? Человек страдает, рядом появляется тварь, тварь начинает его жраться. И я сейчас имею в виду не только тонкоматериальных, а и таких, которые биологические, иногда рядом с нами завозятся. И потом человек думает, а как мне вот избавиться от того или другого негативного знакомого, как вот там где-то во власти какие-то негативные люди, где-то еще кто-то такой. Как от них избавиться? А он сам их кормит страданием. Почему вот сейчас ужастиков, куча по интернету, по телевидению? Они стараются нас держать в постоянном страдании, постоянное или биологическое, или эмоциональное страдание. Вот как матрица, то, что Сергей любит приводить пример. Только им не нужна наша энергия, им нужны наши страдания. Энергию они другими путями с нас получают. А без страдания им не жить. То есть подпитываются. Да. Но наша задача перестать страдать. Определить, почему же мы страдаем. А страдаем из-за собственного невежества. И спасибо им огромное, огромный поклон Яговке, что он создал вот этих несчастных тварей для того, чтобы они своими действиями лучше проявляли те или иные наши любви. Да, качество. Ох. Заставляли нас размышлять. Да. Размышлять, развиваться, двигаться вперед, вверх. Да. Быть здоровым, крепким. Вот такие справки. Дуже добрые. Спасибо. И я так думаю. Сознание, знание меня. Поэтому, мое родное и любименькое.